итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас среда 7 сентября давайте посмотрим на графике еврофунт и поговорим о дальнейшей перспективы движения видим что европейская валюта после обновления не нового максимума в районе практически паритета давление на пару вернулась и после довольно слабых данных по изменению объема заказов промышленности германии по слабым данным секторе строительства все это привело к образованию давления и уже вышедшие во второй половине дня данные по активности в секторе услуг на сша тсм индекс оказался лучших прогнозов экономистов и сохранился на довольно высоком уровне 56 и 9 пунктов в августе что указывает на достаточно неплохие показатели в сфере услуг сша и все это привело к очередному укреплению американского доллара и к падению европейской валюты на данный момент мы обновили очередной годовой локальный минимум и торгуемся ниже 99 что скорее всего открывает нам хорошую перспективу по дальнейшему снижению в район 97 96 но об этом говорить пока рано много будет зависеть от завтрашнего заседания европейского центрального банка на котором будет принято решение повысить процентные ставки многие делают акцент что это будет повышение сразу на 075 пункта но с одной стороны это окажет временную поддержку европейской валюте поэтому торопиться продавать на текущих годовых минимумах будьте осторожны с этим моментом так как рынок может развернуться в краткосрочной перспективе вверх что касается сегодняшнего экономического календаря что в первой половине дня у нас выходят данные по ввп германии ожидается рост соответствии с прогнозами соответствии с прошлыми показателями и скорее всего что акцент и будет смещен именно на отчеты по ввп еврозон за второй квартал видим что он прогнозируется его пересмотра посмотреть первым кварталом небольшой рост и по сравнению со вторым кварталом прошлого года видим что рост всего лишь на 3 9 процента и чем меньше будет показатель тем сильнее будет оказано давление на европейскую валюту но по всей видимости акцент у нас будет все-таки смещен на выступление губернатора банка англии эндрю бейли и на слушание комитета по декретной политике вполне возможно что там будет обрисована дальнейшая перспектива процентных ставок великобритании будет много сказано о поддержке населения во время зимы сейчас европейские власти и в принципе также как и власти великобритании активно пытаются решить проблемы энергетического кризиса который образован в этих странах и от того как они найдут выход а скорее всего выход это будет крупная денежная поддержка и будет соответственно реакция населения и соответственно у нас будет оказано либо давление на британский фунт и дальше он будет падать по отношению к американскому доллару либо давление немного ослабнет но учитывая какие у нас вырисовываются экономические перспективы в той же еврозоне и в той же великобритании вряд ли в ближайшее время можно ожидать крупных оскоков вверх и разворота среднесрочного медвежьего тренда теперь давайте посмотрим на техническую картину это у нас свой график евро доллара видим что обновили мы вчера годовые минимумы и сейчас находимся в районе 9880 ближайшая поддержка и сопротивление в районе 9915 конечно оптимальным вариантом случае рывка вверх после данных по германии будет ложный пробой в районе 9915 если показатели совпадут с прогнозами экономистов не дай бог окажутся даже хуже их что вполне вероятно в по сократится в третьем квартале то ложный пробой на 9915 даст хорошую точку входа в рынок а прорыв закрепления между 9880 снизу вверх как это было вчера вчера у нас было достаточно много классных сигналов на покупку и на продажу европейской валюты образована напомню что все их я разбираю в своих прогнозах на сайте компании со форекс дополнительно ссылки оставляю на них в описании под видео тест снизу вверх 9880 дополнительный сигнал на продажу и идем уже на 9849 и 9819 здесь посмотрю покупки на отскок с коррекцией 25-30 пунктов ну а покупки а 9849 и 9880 только при формировании ложного пробоя целью конечно же покупателей будет выход за пределы 9915 поэтому рост тест сверху вниз этого диапазона сигнал на покупку и можем мы вернуться на 9949 с обновлением 9986 здесь буду продавать сразу насколько с той же коррекцией 25-30 пунктов продажи 9949 буду делать только при формировании ложного пробоя что касается британского фунта чуть-чуть мы не дотянули до минимумов сентябрьских но это не предел по всей видимости прорыв 1453 еще один тест в диапазон скорее всего приведет более крупной распродаже фунта на 1408 и 1358 конечно бы хотелось обновление снизу вверх этого диапазона для с целью получить хорошую точку на открытие коротких позиций но вполне вероятно что может можем обойтись и без этого поэтому ближайшие уровни это 1408 1358 покупки сразу на отскок с коррекцией 35-40 пунктов но покупки от 1408 это напомню годовой минимум от минимум 2020 года когда у нас началась пандемия коронавируса и сюда мы очень быстро обвалились и здесь выкупали активно британский фунт поэтому может что-то произойдет и на этом уровне но что-то в этом очень сильно сомневаюсь ложный пробой 1408 ложный пробой 1453 сигнала на покупку ну и целью конечно же быков будет 15 фигура прорыв с тестом сверху вниз добавляю длинные позиции и тогда коррекция 1559 1607 здесь продажи сразу на отскок ну а продажи от 1559 и 1509 самый оптимальный сценарий для открытия коротких позиций только при формировании ложного пробоя наскок буду продавать счет повторюсь только от 16 фигуры всем удачи